Зловонный ручей в самом центре города обнаружили жители Шахтинска. Люди говорят, что в домах появился запах канализации, из-за которого неприятно ни готовить, ни есть, ни спать. Жители считают, что виноваты неквалифицированные подрядчики, из-за которых канализация вытекает в ливневке. Юлия Волкова съездила на место и поговорила с возмущенными горожанами. Это как раз тот самый момент, когда царящий здесь запах можно даже не описывать. Достаточно просто посмотреть вот сюда. Уже просто фекалии плавают на улице. Жители все жалуются, все затыкают носы, ходят вот так, либо в масках. Люди говорят, что слабый подозрительный запах ощущали с прошлого лета, но было не совсем ясно, откуда. А в этом году зеленый дурно пахнущий ручей с пеной и какими-то комками, очень похожими на фекалии, дошел до ливневой канавы около их пятиэтажки. Практически мы постоянно живем при закрытых окнах, потому что весь слив, канализация, все, что идет, все идет через нашу ливневку, через нашу канаву. Весь дом страдает от этого, потому что все это воняет. И мошкара, и летом здесь, конечно, и комары. Ну вот, хотя раньше было все это чисто, вода текла куда-то на честные, потому что это все идет за город. Дом обвоняет, мы даже в спальне двери закрываем, чтобы как-то более или менее спасаться. Ну, а свежитель воздуха, знаете, там мало поможет. Понимаете, что этот запах, он постоянно стоит, он даже в подъезде чувствуется, когда заходите. Такое ощущение, как будто вообще реально рванула там вот эта канализация. Люди подозревают, что при ремонте девятиэтажки через дорогу неправильно подключили коммунальные сети или где-то протечка. Этот беспредел длится два года, как только пустили в эксплуатацию этот дом. Дом был разбит, разрушен 25 лет. Потом он был восстановлен, не знаю, какими усилиями, но канализационная система не работает. Все стекает именно вот в этот сливник, который проходит до конца этой улицы и стекает в общий, который находится возле 93-го дома. Возле вашего дома? Да, возле нашего дома. После нашего визита сюда приехали чиновники из местного отдела ЖКХ вместе с водоканалом. Несколько часов выясняли причину, исследовали содержимое ливневой канавы, промыли и вычистили колодец и убрали заторы. В этом районе 25 мая текущего года была проведена замена аварийного участка, это 21 метр. Коллекторы заменили водоканал. Потом подрядчики выехали, это не пекали, это из застоя образовалась пленка. Вода немножко уже испортилась, как он стоял. Жара, после даже сразу жарких водов уже был. Обследовали, других аварий, утечки мы не обнаружили. Горожане сомневаются, что перепутали запах гниения и фекалий, но надеются, что если сейчас все решилось, то запах уйдет. В отделе ЖКХ уточнили, коллектор чистят каждый квартал, но если он засорится раньше, люди могут сообщить об этом. Сразу выйдет группа. Юлия Волкова, Ерки Олан Тойболдин, Первый канал Евразия, Карагандинская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова